Девушки отдыхают Джен Чу, я дам тебе пять минут на решение этой проблемы. Позже, когда Доусон приедет, ты уж постарайся, чтобы все твои труды не пропали даром. Все, что на столе, должно немедленно исчезнуть. Рабочий день уже закончился, мы можем уйти, если хотим. Пойдем отсюда. Рабочий день закончился? Вы имеете хоть какое-то понятие о профессионализме? Я точно знаю, когда мы, англичане, работаем. И что такое окончание рабочего дня? Когда наступает время возвращаться домой, мы не позволяем работникам нашей компании задерживаться. Земля, на которой вы сейчас стоите, это Китай, мы все здесь китайцы. Обладать чувством времени, несомненно, важно, но для китайцев ответственность в приоритете. Джен Чу, господин Доусон зовет тебя. А, я уже знаю. Это у меня важные дела, я тебе попозже все объясню. Хорошо? Сяо Гу, освободимый стол, директор Су, я все объясню позже. А сейчас идем. Перестань толкать меня. Кто бы мог подумать, что человек, о котором ты говорила, была она. Директор Су, мне нужно это убрать или нет? Убирай. Мне все это надо выбросить? Нет, нет. Мы действительно все выбрасываем? Синдром принцессы. Доусон пообещал серьезно все организовать для нас. Наш тяжелый труд за последние несколько дней не был напрасен. Не так-то просто было разрулить эту напасть. У тебя железная воля. Эй, ты действительно не испугался, что он нажалуется начальству и тебя уволит? Испугался, конечно, но то, что я сделал, называется поставить все на кон. Если бы это не сработало, у меня еще была бы ты в качестве начальника. Хотя это и было рискованно, я должна поздравить тебя, ты сработал красиво. Это не заморачивайся больше с поздравлениями. Если действительно хочешь поблагодарить, дай мне, пожалуйста, полотгула. Завтра выходной, тебе и так на работу не надо. Я вот о чем. Даже если я тебе нужен зачем-то, все равно не обращайся ко мне. Например, стирка, готовка, кормежка рыбы, вынужден попросить тебя сделать это самой завтра. Твоя тетя ведь не останется здесь? О, нет, нет, она остановилась в отеле. Ой, йоу. Директор Су, все-таки существует человек в этом мире, которого ты опасаешься? С чего вдруг? Я просто не хочу тратить на нее время. На самом деле, моя тетя неплохой человек, она просто любит давить. С этой точки зрения, вы обе похожи. Мы обе похожи? Молись, чтобы мы не пересекались. Одинаковые заряды отталкиваются. Правда, правда. Это... Даю это тебе. Что это? Выглядит знакомо. Это же твоей тете. Ты отдаешь это мне? Если это тебе действительно не нужно, ну просто выброси. Эй, это... Я удаляюсь. После хождения по кругу ты наконец-то вернулся в мои руки. Нам действительно предначертано быть вместе? Прекрасно, пригодишься. Придержу как напоминание. Господи, тетя. Это... Почему ты внезапно вернулась? Уже так поздно. Почему ты так поздно возвращаешься с работы? Директор компании хочет запытать себя до смерти? Тетя, тебе следовало сообщить мне, что ты придешь сегодня. Я уже говорила, что тебе эта работа не подходит. Как только мой показ мод закончится, возвращаемся в Англию вместе, хорошо? Ехать в Англию и заниматься чем? Продавать трусы? Это подходит мне еще меньше. И правда, тетя. Ты очень занята. Если тебе что-то от меня нужно, просто позвони. Я приеду в отель. Твой приход сюда напоминает проверку. Ты что-то от меня скрываешь? Ничего, определенно ничего. Честно. Мне вот что-то есть захотелось. Эй, я действительно скучаю по блюдам, которые ты готовишь. Приготовишь что-нибудь? Скажу тебе, я стал готовить лучше. Я стал готовить лучше. Джен Чу, купи корм для рыбы и по пути забеги ко мне помочь поменять воду в аквариуме. Кажется, я просил дать мне выходной. Да. Но ты просил на завтра. Я могу только позволить поменять день завтра на сегодня. Ты же не сможешь смотреть на то, как они голодают, да? Они такие молодые и хорошенькие. Алло. Алло. Кто это? Да, сосед. Тетя, в моем холодильнике все просрочено, пойду закуплюсь. Уже поздно. Где ты будешь закупаться? Кто тебе звонил? Мужчина или женщина? Мужчина. Крупный толстяк. Такой нерасчесанный, грязнуля. У него еще борода. Он не может позаботиться о себе и всегда зовет меня помочь. Мой продуктовый магазин здесь недалеко. Я скоро приду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Почему тебя так долго не было? Забирай. Я ходил кое-что купить. Что с тобой? Подожди, не уходи. Я возвращаю это тебе. Почему? Ты не знал, что внутри ведь так. Когда вернешься, спроси свою тетю об этом. Это не подходящий для меня подарок. Джин Чу. Да? Почему ты туда ходил? Я просто помог ей с некоторыми вещами. Иди. Какое у вас право распоряжаться нашим Джин Чу? Он сам хотел помочь, я не заставляла его, правда? Тетя, подумай. Мы соседи, видим друг друга ежедневно, так что, пожалуйста, помоги мне. Не ты ли мне говорил, что твой сосед – это бородатый малый? В каких на самом деле вы отношениях? Джин Чу, так в твоем воображении я бородатый малый? Нет, не добавляй проблем. Что это у вас в руках? Это же мой подарок. Ты решил отдать его ей? Даже если он отдал это мне, я бы его не взяла. Умрешь, если замолчишь. Будешь чистить аквариум месяц. Джин Чу, вернись. Хорошо. Объясни мне, что происходит? Объясни мне, что происходит? Ты говорил, что вы начальника подчинённый. Теперь выясняется, что вы соседи. Я боялся, что ты всё неправильно поймёшь, поэтому не сказал тебе, что мы соседи. Ага, соседи? В каких вы отношениях, раз ты делаешь всё, что бы она тебя не попросила? Я никогда не командовала тобой таким образом. Не потому ли это, что она... Она недавно вернулась из-за границы, и она ещё не знакома с окружением. Я тоже только что вернулась из-за границы, но ты не относишься ко мне так? Я буду лучше к тебе относиться. Я буду относиться к тебе в сто раз лучше. Чтобы ты не хотела выпить или поесть, я буду тебя сопровождать. Хорошо? Конечно. Я хочу, чтобы ты перешёл в мою компанию. Ты перейдёшь или нет? Конечно. Это ты сказал? Да. Давай пойдём завтра. Давай пойдём. Да. Хорошо. Ты первый предложил. Быстрее приготовь мне что-нибудь. Хорошо, хорошо. Ты же сказал, что твоя тётя остановилась в отеле. Почему сейчас она у тебя дома? Она моя тётя. Если она хочет прийти, как я могу ей запретить? Она же здесь ненадолго. Нет. Чего ты боишься? Даже если она тигрица, она не станет питаться такой мертвичиной, как ты. Сяо Цю, уже так поздно. Почему ты не спишь? Я уже сплю. Это ты, мертвичина. Такая вонючая и жёсткая. Всё ещё не спишь? Воду в аквариуме поменять надо. Что мне делать? Я не могу заснуть, зная об их страданиях в грязной воде. Поздно ложиться спать, плохо для ребёнка. Попроси сучана завтра поменять для тебя воду. Он просто лентяй. Если он не сделает, поищи в интернете. Лучше полагаться на себя. Понятно. Там внизу расположен офис. Я хочу превратить это в место, где можно выпить кофе. А наверху мой офис. Я покажу тебе. Хорошо. Мне нужно ответить на звонок. Алло. Джен Чу, ты на улице? Зайди к сучану и забери моих рыбок. Сама не можешь сходить? Я со своей тётей. Я не могу уйти. Если ты не придёшь сейчас, я позволю Доусону доставать тебя завтра. Подумай о том, как будешь стягаться с ним в остроумии и храбрости. Он скоро исчезнет. Кроме того, он уже внёс свои предложения по этому маршруту. Я его вообще не боюсь. Джен Чу, как ты можешь такое говорить? Позволишь беременной женщине ехать в такую даль? Хорошо. Приду. Приду. Почему так долго был на телефоне? Вот как это бывает. Кое-что внезапно произошло, и мне нужно идти. Ты уходишь сейчас? Я хочу, чтобы ты поел со мной. Нет, тётя, посмотри, ты же крутой председатель. Почему ты не заботишься о своих подчинённых и думаешь только обо мне? С кем ты обедаешь? Мой друг попросил встречу. Твоя девушка? Парень. Знакомый уже больше десяти лет. Нет, это друг. Приятель. Посмотри на себя. Ты никогда не умел врать и всё ещё думаешь, что можешь меня обмануть? Тётя, ну будь справедлива. Ты уже попросила меня взглянуть на возможные участки для магазина. Попросила меня прийти с тобой в компанию. Я это тоже сделал, не так ли? Хорошо. Вопрос на засыпку. Кто важнее, я или твоё кое-что? Забудь. Ты уже взрослый. Не нужно меня больше сопровождать. Иди уже. Я вернусь в отель самостоятельно. Тогда ухожу. Спасибо, тётя. Я передумала. Вы, помогите мне передать это председателю. Тебе нравится шоу иллюзионистов? Нет. Мой бесталантный друг работает здесь. Тебе же грустно. Развеешься тут и всё. Когда я чувствую себя несчастной, думаю об этом месте. Там внутри твой парень. Может, хватит уже издеваться? У меня уже есть тот, кого я люблю. А, тогда мне нужно увидеть, как выглядит мужчина, которого ты любишь. Я просто представлю вас друг к другу в следующий раз. Идём. Сучан! Вау, Гу-го, ты уже соскучилась? Перестань бесстыдничать. Это красивая девушка. Моя лучшая подруга. Привет, меня зовут Ян Сяо Цю. Сучан. Достаточно уже. Моя лучшая подруга в плохом настроении. Покажи пару фокусов, чтобы поднять его. Обязательно. Пойду подготовлюсь. Вы посидите здесь. Присаживайтесь. Идём. Приготовлю вам что-нибудь выпить. Иду, Сучан, быстрей. Почему ты здесь? Мне нужно забрать рыбок для твоей сестры. Чу-чу, почему ты здесь? Такой огромный сюрприз. Не так-то просто, чтобы она сама сюда пришла. Перестань создавать проблему, уходи. По чём ты говоришь? Отдай мне рыбок, чтобы я ушёл. Подожди минутку. Уходи сразу, как получишь. Хорошо, хорошо. Сяо Цю, позволь тебе представить, это мой парень, Джан Чу. Какое совпадение. Это точно. Вы знаете друг друга? Ой, я не её парень. Сучан, которого ты встретила здесь до меня, это её парень. Как вы встретились? Я твёрдо верю в то, что Сяо Цю будет моей невесткой. Раз уж вы знаете друг друга, и ты старый друг моего брата, с этого момента ты должен быть на моей стороне и помочь мне свести. Что за ерунду ты несёшь? Почему ты стесняешься? Это здорово, так здорово. Мы все знаем друг друга. Сядь сначала, я скажу ей кое-что. Сяо Цю, подожди немного. Что такое? Это Сяо Цю, родная старшая сестра Шань-Шань. Что? Не кричи. Потише давай. Ты имеешь в виду, что Чинь Шань-Шань и Сяо Цю действительно родные сёстры? Как такое возможно? Я встречался с Шань-Шань очень долго, как я могу ошибаться? Тогда не будет ли мой брат? Правильно. Перед твоим братом сейчас стоит сложная дилемма. Но Сяо Цю приятная девушка, не выплёскывай своё раздражение на неё. Я такой человек, дай мне немного успокоиться. Я должна сказать брату, чтобы он самоустранился от такого генератора неприятностей, как Шань-Шань. Ты не можешь этого сделать, твой брат ещё ничего не знает об их родстве. Если ты скажешь ему сейчас, он обязательно бежит туда, где может себя похоронить. Тогда что же мне делать? Во-первых, возьми контроль над ситуацией. Сначала контроль. Хорошо. Вот, быстрее уходи. Быстрее, быстрее. Останься на время. Тогда я пошёл. Сяо Цю, я ухожу. Развлекайтесь. Да уходи уже. Быстрее уходи. Нет, Чу-Чу! Ты забыла о своей подруге только потому, что здесь парень, который тебе нравится. Забудь. Для меня нет ничего важнее Пинни и Джен-Чу. Раз уж я признала тебя своим другом, Джен-Чу придётся спуститься на более низкую позицию. Тогда на какой позиции нахожусь я? Ты в листе ожидания. Исчезни. Го-го, человек, который тебе нравится, это Джен-Чу? Да, он всегда мне нравился. Просто раньше у него была девушка, но теперь они расстались, он будет моим рано или поздно. Ты знаешь его предыдущую девушку? Не знаю. Откуда мне её знать? Су-Чан, Су-Чан, смотри, они скоро начнут. Су-Чан ты такой рассеянный что случилось встретил свою маленькую подружку в магазине сучана доме на самом деле не знает что они сестры как ясен мир джен чо я слышал о чем ты думаешь я подумал что твои догадки верны ты права я видел google в магазине сучана конечно кто я по-твоему разве существует что-то чего я не знаю я уже поменял воду и привез рыбок все ухожу с работы подожди минутку поешь фруктов перед уходом сучан это что я вижу ты привыкла использовать брата чу мне чтобы тебя увидеть надо тебе домой приходить соскучился по мне тогда пойдем со мной завтра по магазинам прекрасно давай сделаем это увидимся завтра я же говорила что моя проницательность просто необыкновенно возвышенный имидж google очень подходит нашему бренду председатель жен я уже не знаю нашу google я бы никогда не подумал что она сможет воплотить образ юной леди вы действительно благодетель google вы даже вытащили на свет я скрытые возможности начнем с того что она очень хорошая девушка правда правда заголовок танго го юная леди совершенно правда класс я давно говорил тебе что председатель джен второй более знаток талантов после меня скорее помоги мне решить что мне и подарить мне на самом деле нравится сестра мэйлин я почувствовала нашу близость после первой же встречи эй взгляни количество просмотров намного выше чем у твоего господина че можно не упоминать прошлое хорошо давай двигаться вперед я думаю что мне и джин чу предназначено быть вместе судьба в отношениях недолговечна а вот судьба в карьере должна быть долговечна понимаешь судьба судьба после того как ты свершилась не следует ли за тобой расставание можешь прекратить читать нотации ты когда-нибудь встречался с кем-нибудь что ты знаешь ей что ты имеешь ввиду разве такое возможно встречался но никогда идем уже пойдем на репетицию песни я никогда не был романтических отношениях но это не значит что у меня нет чувства какие чувства у тебя есть какие чувства у меня есть конечно у меня есть чувства с ума это странно с ней же ничего плохого не произошло а Девушки отдыхают Я позвал нет ответа. Что случилось? Эй, я с тобой разговариваю. Эта рыбка умерла. Хорошо. Тебе обязательно так себя вести из-за этого? Хорошо, достаточно. Хватит печалиться. Я позабочусь о похоронах. Что думаешь? Ты лучше сейчас выходи, чтобы я смог позаботиться о его останках. Как долго ты здесь сидишь? Медленно, медленно. Помни, найди хорошее место неподалеку для похорон. Не беспокойся, я найду место с горами и водой. Маленькая рыбка, маленькая рыбка. Удача повернулась к тебе спиной, раз Суман была твоей хозяйкой. Но ты можешь умереть без сожаления, видя, как она горюет. Раньше она действовала быстро и уверенно. Никогда не волочила ноги. Это черта супер-женщины. Но сейчас она такая слабая. Сдохла одна рыба, она рыдала всю ночь. Скажите мне, с ней происходит что-то странное? Может, у нее произошла какая-то травма недавно? Нет. Беременность считается? Беременность? Сколько месяцев? От двух до трех месяцев. Тогда все понятно. Ситуация, которую вы описали, это обычная реакция в начале беременности. При нормальных обстоятельствах это проявляется во время первого триместра. Изменения в ее характере становятся очевидными. Особенно, когда много стресса на работе или есть проблемы в жизни. Они дадут о себе знать состояние конфликта, тревожности, утомленности или депрессии. Беременные очень эмоциональны и легко возбуждаются. Их чувство зависимости очень сильно. Так когда она сможет полностью восстановиться? Сложно сказать. Это зависит от психологической характеристики беременной женщины. Начнем с того, что ранний период беременной женщины – это ключевой момент. Кроме того, чтобы ей стало лучше, членам вашей семьи следует обращать больше внимания на нее. Особенно на поддержание последовательного ритма жизни. Она не должна слишком сильно уставать. Я уже понял. Ты уже попросила отпуск на работе? Да. Я в плохом настроении и не готова работать. Я не уверен, что должен кое-что тебе рассказать. Тогда не говори. Я знаю, что такой девушке, как ты, нелегко пробиваться одной здесь, в Шанхае. Ты должна работать и заботиться о себе. Перепады настроения – это нормально. Но в Шанхае живет и работает много белых воротничков вроде тебя. Они втискиваются в автобус или электричку ежедневно. Они могут быть раздражены. Ты заболел? Что ты хочешь сказать на самом деле? Да это не я, болен, а ты. Доктор уже сказал мне, что это называется синдромом беременности белого воротничка. Нужно уменьшить стресс. Ерунда. Выходи. Возьмешь такси. Да мы уже здесь. Что? Мы уже здесь. Просто пойдем. Пойдем. Выходи, хорошо? Не тащи меня. Почему мы играем с глиной для моделирования? Скучно. Позволь заметить, если научишься работать с глиной, это поможет улучшить характер и вкус. Заставляя свое воображение работать, ты усиливаешь концентрацию. После того, как сделаешь это, сможешь больше общаться со своим ребенком. Твой ребенок растет день ото дня. Скоро он дотронется... Ты действительно нечто. Даже общение с зародышем. У тебя есть такой опыт? Да я только... Гости, наше практическое занятие скоро начнется. Присаживайтесь. Хорошо. Хорошо, давайте начнем наше занятие. У меня есть несколько предметов, о которых я расскажу до того, как начнется занятие. Первое, станок перед вами, это гончарный круг. На гончарном круге лежит глина, о которой мы будем сегодня работать. Существует несколько способов придания формы глине. Один из них – точение, потом выдавливание и вытягивание. Точение позволяет сформировать предмет, добавляя глину. Выдавливание позволяет придать ему форму руками. Слушайте все, когда вы начинаете работу, то должны помнить одну вещь. Мы должны использовать ладони обеих рук. Прилагая одинаковые усилия и потом придавать форму. Лепи из нее все, что хочешь. Отстань. Умоляю тебя, прекрати. Перестань уже. Умоляю тебя, я не знаю. Да нет, мне было нелегко это сделать. Учитель, мы это можем забрать домой? Конечно, можете. Это ваша первая завершенная работа. Вы можете забрать ее на память. Нужно часто приходить сюда для практики. Хорошо, хорошо. Слышала? Тебе требуется много практики. Посмотри, какая страшненькая вещичка. Никто, кроме меня, на это не позарится. Отдай просто мне и все. Ни за что. Я могу принести это домой и поместить в аквариум. Посмотри, как ты счастлива. Это я привел тебя сюда, в конце концов. Как ты собираешься отблагодарить меня? Я точно должна. Я счастлива сегодня угости меня. Что это за логика? Женская. Ты не понимаешь. Женщина становится особенной, когда беременеет. Тетя, почему ты не сказала мне заранее, что ты переезжаешь сюда? Еще каким образом наш дом может быть более спокойным, чем отель? Я здесь для того, чтобы наблюдать за тобой. Чтобы тебя не доставала твоя незамужняя начальница. Я знал это. Чу-чу, я здесь. Сестра Мэйлин, почему вы здесь? Вы... Я к Джин-чу пришла. Тетя, кто это? Я принесла это тебе. Так вы знаете друг друга? Она представитель нашей компании, о которой я тебе говорила. У тебя хороший вкус. Сестра Мэйлин, вы тетя Чу-чу? Неудивительно, что я почувствовала родственную душу уже в нашу первую встречу. Гу-го, как ты называешь людей? Сестра Мэйлин? Тогда ты вышив меня по статусу. Точно, сестра Мэйлин. Мы с Чу-чу очень-очень близкие друзья. Тогда я буду называть вас тетей. Очень хорошо. Действительно. Для меня только сегодня дошло, что Гу-го твоя девушка. Почему ты не сказал мне раньше? Нет, нет. Нет, тетя. Между мной и ей ничего не может быть. Так что можешь идти. Тетя, вы видели? Когда вас здесь нет, он издевается надо мной. Тетя, я твой родной племянник. Тебе не следует вставать на сторону других. Мне все равно. В любом случае, я уже предположила, что Гу-го твоя девушка. Другим и надеяться не стоит на то, чтобы увезти нашего Чу-чу. Если ты настаиваешь на том, чтобы быть с ней, я останусь в Китае и никуда не уеду. Тетя, ты мой спаситель. С твоего приезда моя любовь и карьера пожинают свои плоды. Ты тоже не радуйся заранее. У меня очень высокие требования. Если ты хочешь быть девушкой Чу-чу, мы должны подождать, когда время нам покажет. Хорошо, я готова в любое время. Говорит, что я стою на пути. Она сошла с ума? Любит предположить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я такая голодная. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Иду, иду. Что не так? Не то, чтобы я хочу доставить тебе неудобства, но я уже проголодалась, и у меня ничего нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тогда я принесу продукты и приготовлю у тебя. Быстрее. Хорошо. Кто это? Опять ты. Уже поздно, а вы пришли сюда в таком виде. Не кажется вам, что это немного неприлично? Я одета в... Что не так с моей одеждой? С какой стати вы хотите выставить меня в неприглядном свете? Просто я голодная и прошу вашего племянника принести мне еды. Что, мне необходимо переодеться и накраситься? Кто знает, действительно ли вы голодная и не можете спать, или дело на самом деле в одиночестве. В любом случае, вы перестаньте думать, что вы можете продолжать доставать нашего Джен Чу. Я просто продам дом в следующий раз. Есть люди, от которых лучше держаться подальше. Джен Чу, быстрее. Просто принеси что-нибудь поесть. Я не хочу подвергаться нападкам. Тебе нужно поесть что-нибудь горячее. Я столько прожила, но никогда не видела такого человека. Который час уже. Вы не можете спать, и поэтому решили разбудить Джен Чу, чтобы он готовил для вас. Рабочий день уже давно закончился. Вы заставляете его столько всего делать, вы ему платите. На это уходит его время. И еще вы вчера шумели и не давали мне спать. Вам не приходило в голову оплатить моральные страдания? Он сам хотел помочь. Если он сам хотел помочь, почему вы нервничаете по этому поводу? В любом случае, раз уж я здесь, не мечтайте использовать его опять. Тетя, я просто приготовлю поесть. Не разговаривай. Хорошо. Я не могу оскорбить кого-то, тогда ладно, не буду больше есть. Буду голодать. Уже так поздно. Да, да, да. Давай спать. Ешь медленно, медленно. В кастрюле еще осталось. А ты умеешь выбирать. Если оставишь меня голодной, ты понесешь за это ответственность, как нянь. Если бы до меня до сих пор не дошло, значит, я совсем людей не понимаю. Ты это понимаешь. Твоя тетя ведь не проснется внезапно и не прибежит сюда. Я не смогу ничего ей объяснить. Не беспокойся и ешь. Для нее сон важнее чего бы то ни было. Ну, тогда хорошо. Нет. Мы не делаем ничего предосудительного. Так почему мы должны вести себя как воры? Почему мы должны прятаться от нее? Отнесись к этому как дань уважения мне. Я тоже здесь в рабстве уже несколько дней. Просто не пререкайся с ней больше. Хорошо. Я помогу тебе сохранить лицо. Спасибо. Я пару дней буду свободна. Как насчет того, чтобы составить мне компанию в путешествии? Приглашаешь меня на свидание? Это для твоей же пользы. Если будешь слишком долго с ней общаться, у самого наступит климакс. Если хочешь пригласить меня на свидание, скажи мне прямо. На самом деле, на основе твоего поведения в эти несколько дней я сделал вывод, тебе не хватает любви. Ничего подобного. Мне не хватает раба, который сопровождал бы меня. Да. Доктор Тан. Джон Чун, что с тобой? Ощущение, что ты сейчас помрешь. Мне нужно с кем-нибудь подраться. Застрять между двумя женщинами хуже, чем ползти на кладбище. Извини, я не могу тебе помочь в вопросе общения с женщинами. Доктор, спасите меня! У тебя время потом будет? Зачем тебе? Морду тебе набить. Подожди немного. Я не знал, что твоя тетя вернулась. Это тебе на пользу или во вред? Да что с тобой? Ты в плачевном состоянии эти дни? Вот, выпей, Red Bull. Спасибо. Три женщины могут сыграть спектакль. Две женщины могут заварить кашу. У меня в голове сейчас каша, которую они заварили. Если ты не виноват, почему запутался? Просто держись подальше от Сумана, и проблема решится сама собой. Мне со стороны-то видней. Достаточно уже разговора обо мне. А вот ты нашел себе беду на голову. Я должен тебе сказать. Приготовься, хорошо? Только не говори мне, что я родился из камня. Хорошо? В тот день, когда я встретил Сяо Цю и Гуго вместе, я узнал, что ты тоже знаешь Сяо Цю. Ты знаком Сяо Цю? Да. Как вы встретились? Похоже на судьбу. Я познакомился с ней, когда выбирал подарок маме. Порекомендовала мне пару браслетов. Я прооперировал ее отца. Вот как все произошло. Что с тобой? Почему у тебя такое выражение лица? Почему ты не спрашиваешь, откуда я знаю Сяо Цю? Ну, скажи. Сяо Цю? Родная сестра? Шань-шань. Не шути со мной. Как это может быть? Я знаю их обеих в течение уже долгого времени, но никогда не видел их вместе. Мы с Шань-шань довольно долго встречались, поэтому я знаю об этом. Просто отношения между сестрами по-своему уникальны. Ты ведь шутишь? Верь во что хочешь. Идем уже. Позволь открыть маленький секрет. У меня есть младшая сестра. У меня нет отца. Вы можете не вмешиваться ни в свое дело? Когда я была маленькой, мои родители развелись. Моя мама уехала и забрала младшую сестру с собой, а я осталась с отцом. Прошло немного времени, и мама умерла. Сестра тогда возненавидела отца. Она не признает меня в качестве своей старшей сестры. Конечно же, если бы моя младшая сестра была похожа на нее, было бы замечательно. Я звонила ей несколько раз. В надежде, что она сможет прийти в больницу и увидеться с отцом. Но она не хочет. Я переживаю, что она никогда не простит отца. Отец очень волнуется. Неужели Шаньшань – младшая сестра, о которой говорила Сяо Цю? Сяо Цю – младшая сестра, о которой говорила Сяо Цю – младшая сестра, о которой говорила Сяо Цю. Если ты не можешь меня ждать, возвращайся домой. А ты можешь позволить пооперировать другим? Дело вот в чем. Ты же помнишь Сяо Цю – младшая с прошлого раза. Последнее время он опять ко мне пристает. Я только хочу, чтобы ты забрал меня отсюда, притворившись моим парнем. Если коллеги увидят тебя, он, может быть, отстанет. Не пойми меня неправильно. Я прошу тебя об одолжении. Ну что? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok